Мечтаете жить у моря? Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Турции всего от 2,5 миллионов рублей. С беспроцентной рассрочкой от надежного мусульманского застройщика. Бассейн, фитнес-зал, детская площадка, сауна, немноголюдные морские песчаные пляжи, горы с хвойными лесами, чистая экология. И все это в 15 минутах езды от Международного аэропорта Алании. При покупке 10 квартир оформляется турецкое гражданство. Только для подписчиков канала мы предоставляем скидку в 50 тысяч рублей по промокоду АЛИФ. Не упускайте данное предложение. Цена только растет. Количество квартир ограничено. Ссылка на сайт в описании. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил без изменений оправдательный приговор последователю запрещенной в Российской Федерации организации свидетелей Иеговы Юрию Залипаеву. Представительство суда сообщает. Дело рассматривалось по апелляционному представлению прокурора. Верховный суд КБР согласился с решением суда первой инстанции майского районного суда КБР. То есть был оставлен в силе оправдательный приговор в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Кроме того, Верховный суд Кабардино-Балкарии признал запроповедником право на реабилитацию. Обвинение просило отправить Залипаева в колонию поселения на два года по обвинению в экстремизме. Поводом для уголовного преследования стала проповедь Иеговиста, где он, по данным следствия, призывал бить мусульман и православных. Положение Залипаева еще более ухудшилось после обвинения в хранении запрещенной литературы. Подсудимый вины не признал, заявив, в частности, что не делал нелестных высказываний о представителях других конфессий. Оправдательный приговор вступил в законную силу. Защита заявила о намерении добиваться окончательной реабилитации. Самарский областной суд оставил решение Красноглинского районного суда от 18 августа 2020 года без изменений. Труды Ас-Саадии и Ибн Кассира признаны экстремистскими. В частности, такие книги, как «Комментарии к великому Корану Мухтасар», сокращенный «Тафсир аль Куран аль Азым», «Ибн Кассира», изданный в Махачкале в 2013-2014 годах, а также первый том толкования священного Корана «Облегчение от великодушного и милостивого», смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абдар Рахмана Ас-Саадии в переводе с арабского Эльмира Кулиева, которая вышла в Москве в 2014 году. Об этом написал на своей странице в Инстаграм адвокат Руслан Нагиев. Главной претензией адвокатов стало отсутствие профессиональной экспертизы, столь значимых для мусульман книг. Мы с данным решением суда категорически не согласны, потому как оно основано исключительно на заключении, на наш взгляд, некомпетентной экспертизы. Эксперты в своем заключении указывают, что ввиду отсутствия определенных познаний, они не могут ответить на ряд вопросов. И получилось так, что практически наполовину поставленных вопросов эксперты не ответили. Кроме того, они не обладают познаниями в области арабского языка. В связи с этим, конечно же, мы считаем, что решение суда по столь значимым для мусульманского сообщества книгам не может быть основано на таком слабом или некомпетентном заключении экспертизы. У нас есть право обжалования в касационном порядке, и мы намерены воспользоваться данным правом и обжаловать решение. По словам Нагиева, адвокаты намерены обжаловать решение суда в касационном порядке. В селе Карабудахкент в Дагестане сошел оползень. Площадь зоны разрыва превысила половину гектара при протяженности в 150 метров. В результате серьезно пострадали несколько зданий, расположенных на окраине населенного пункта. В опасности также оказались два жилых дома. Их жители были эвакуированы. В сеть попало видео устранения последствий оползня. Далее без комментариев. Спасибо. Спасибо.